Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Непосредственно испытываем радость от соприкосновения с тем, что, наверное, последний раз человек видел или до чего он дотрагивался 7 веков назад. И это уникальность каждого предмета на самом деле. Если же говорить о какой-то музейной значимости, в целом значимости для нашего региона, страны и так далее, да, такие находки, конечно, тоже есть. Во-первых, среди археологических комплексов это фрагмент фундамента христианского храма 1280-х годов, самый древний храм на сегодняшний день в Поволжье. Во-вторых, это редчайшая стеклянная шпилька из Китая, такие наперечет, и вот, собственно, мне они известны в Китае только, и они экспонировались вот в Метрополитене. Мы обладатели тоже такого редкого, уникального предмета. Кроме того, это каменный барельеф, то есть это фрагмент здания, орнаментированный очень таким интересным сюжетом, терзанием льва грифоном. Анна, а вам что больше всего запомнилось? Я, наверное, расскажу о вот самой последней находке. Мы работали в октябре, в сентябре-октябре этого года, то есть прошлого года, 2014-го, и вот практически под завершение сезона, можно сказать так, был нами обнаружен удивительный серебряный перстень. У него была вставка когда-то в свое время, но сейчас она уже утрачена. Интересно то, что этот перстень был обнаружен на окраине города, то есть вопрос такой, загадка, большая, кому он принадлежал, очень интересно. Рядом с ним были четыре монеты, тоже конца 14-го века. До сих пор вот мы сейчас гадаем, что это такое, как это можно связать. И хочу сказать, что этот серебряный перстень, он единственный, который был найден на Увекском городище, по крайней мере, нашей экспедиции. А как известно, раскопки проходят на территории поселка Увек, и часто вам приходится проводить их во дворах частных домов. А сильно ли препятствует раскопкам местным жителям? Ну, вопрос во многом провокационный, потому что он предполагает некий конфликт между археологами и местными жителями. И, казалось бы, в принципе, так и должно быть. Но спасение заключается в том, что само городище, оно большое, по площади, сохранившееся на сегодняшний день, это 180 гектар. На этой площади располагается довольно большое количество дворов, и среди этих владельцев встречаются люди, которым это интересно. Вот с такими мы работаем, и с такими людьми у нас нет проблем. Конечно же, нам бы хотелось большего, нам бы хотелось больших масштабов работ, больших каких-то открытий. Но грех жаловаться, и везет и с людьми, с которыми мы работаем, с местными жителями. То есть у нас уже собрался некий коллектив за эти 11 лет, который нам помогает, который приносит находки, который знает то, чем мы занимаемся, и оказывает всяческую помощь. Да элементарно даже рыбу приносит, и то приятно. Знаете, казалось бы, какое отношение к находкам, но тем не менее, тоже такой момент. То есть есть некий коллектив, он везде складывается, будь то городище, будь то, собственно, наш город, будь то какое-то пространство. И в этом мире мы работаем, пытаясь его расширить. Да, конечно, есть люди недовольные, которые не понимают, зачем это надо, но мы стараемся ограничивать это общение, нам хватает того, что есть. А можно я дополню? Мы в 2012 году начали работать на одном из участков, и хозяин нас пустил, он к нам достаточно так лояльно относился. А когда мы продолжили работать у него же в 2013 году, он присоединился к нам и копал также наравне. Да, и в 2014 году он тоже проводил раскопки вместе с нами, и я думаю, это не будет никакой рекламы, если мы скажем, что зовут его Евгений Шабалин. Думаю, будет смотреть, ему будет приятно. Евгений, привет! Мои коллеги не раз освещали вашу работу, и сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный специально для нашей программы. Сейчас сюда вводят экскурсии, но еще несколько лет назад мало кто мог предположить, что в 13 веке на этой окраине Саратова располагался средневековый город Укек. Страницы неизвестной истории археологи под руководством Дмитрия Кубанкина начали в буквальном смысле откапывать еще 11 лет назад. За это время им удалось обнаружить более 5000 удивительных находок. Вести работу, признаются ученые, сложно, ведь очень часто копать приходится прямо во дворах местных жителей. Археологические раскопки на Увекском городище имеют свою специфику и свою сложность, но они приносят замечательные результаты для тех, кто преодолеет эти сложности. Поэтому мы считаем себя счастливыми людьми, которые уже смогли обнаружить христианский квартал в Золотаргинском городе, найти два христианских храма. Они оба самые древние на сегодняшний день в Нижнем Поволжье. Находки, которые удалось обнаружить, теперь стали музейными экспонатами. На одном стенде собраны предметы мусульманской, христианской и даже языческой культур. Но музейных экскурсий недостаточно для того, чтобы соприкоснуться с историей. Перенестись на 700 лет назад жители современного города могут на фестивале «Реконструкция», который каждый год проходит в поселке Увек на месте Золотаргинского города. Здесь можно погулять по средневековому базару и познакомиться с работой ремесленников. Все участники фестиваля проходят строгий отбор. Костюмы и прочие атрибуты обязательно должны соответствовать эпохе того времени. У нас реконструкторы, которые принимают участие со всей России, со многих городов России, они проходят строгую проверку на так называемую достоверность костюма, предоставляя паспорт реконструктора. Их одежда должна соответствовать археологическим находкам, археологическим материалам, источникам. То есть мы максимально стараемся приближаться к достоверности, к истории. Теперь археологи поставили перед собой еще одну задачу – снять фильм о средневековом городе Укек, в котором они планируют подробно воссоздать жизнь людей средневекового города, такой, какой она могла быть 700 лет назад. А как вам пришла идея снять документальный фильм об Укеке и что конкретно в нем будет? Ну, в общем-то, эта тема родилась одновременно у нас двоих, поскольку, ну, в общем-то, очень интересный проект, и на наш взгляд, и не только наш. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте. Первый опыт у нас был в 2012 году, при поддержке администрации города Саратова мы сняли первый фильм. А вот уже в дальнейшем нам стало понятно то, чего в этом фильме не хватало, точнее, было меньше. В нем было больше информации, и так обычно снимают, это тоже замечательно, но в нем было больше информации, скажем так, научной и к предметам. Не было картины города. По-хорошему ее нет и сейчас. Мы не можем реконструировать город таким, как он был, но мы можем реконструировать быт этого города. Мы можем показать людей, которые в нем жили. Это происходит раз в году на фестивале «Один день из жизни с одневекового города». Вот мы хотим все это заснять и сделать красочный фильм. Ну, вот спрашиваю, уже сколько? Наверное, не больше 30 минут, а может быть, даже чуть меньше. Тут уже как это все в сюжет войдет, как это органично ляжет. И сделать этот красочный фильм о городе, но через людей, которые могли в нем жить. И на основе каких-то исторических фактов и сюжетов, которые нам известны. О городе, у Кеки и о Золотой Орде в целом. Известно, что вы уже организовали систему сбора финансовой помощи для этого фильма. А на что именно пойдут собранные средства? Собранные средства пойдут в первую очередь на оплату работы операторов, режиссера этого фильма. Кроме этого, обязательно, ну вот, сам проект вот этот вот, краудфандинговый. Сложное слово, если дословно переводить, это народное финансирование. То есть люди не просто скидываются деньгами, это не благотворительность, нет. У нас для каждого будут свои подарки за каждый взнос. И часть этих денег, опять же, идет на изготовление этих подарков. И, конечно же, там снимаются налоги, то есть мы делаем все абсолютно законно. И вот набралась именно такая сумма, она не из головы взята. Мы долго рассчитывали и вот пришли к тому, что нам нужно собрать именно это. Дмитрий, вот вы упоминали про фестиваль исторической реконструкции. А можете рассказать о нем поподробнее? Да, конечно. Он появился тоже неспроста. Те работы, которые мы проводили на Увексском городище, Если смотреть и сравнить их с масштабами работ на других археологических памятниках, они по площади незначительны. Но материал, который мы получаем в результате исследований, он очень интересен, а иногда и уникален. О нем знают в научном сообществе, но о нем не знают жители нашего города. Мы проводим выставки и так далее, то есть какую-то свою работу в рамках музея краеведения, являясь его сотрудниками, ведем. Но этого недостаточно. Мы не охватываем всю эту территорию. Какой выход? Как рассказать об этом всем? И у нас родилась такая идея. В это время в Саратове появился реконструктор Николай Афаньков, ставший в дальнейшем эмиром города Укека. И вот мы вместе сели и думали, как же Укек оживить? И ведь для этого нужны какие-то средства, силы и так далее. И вот самый простой, на наш взгляд, вариант, и самый интересный, возможно, мы так считаем, это фестиваль, фестиваль исторической реконструкции. Но, уверяю вас, если вы сейчас посмотрите, это практически в каждом городе какой-то фестиваль проводится, что-то какое-то, вот это действует, то есть эта реконструкция сейчас очень популярна. Так что же особенного можем дать мы? Мы можем дать уникальное место. То есть это окраина, ну, на границе практически с самим городищем проводится фестиваль. Это замечательное место. Собственно, вы тоже проводили съемки, и ваши телезрители об этом замечательно, наверное, знают. Это, как заявили сами реконструкторы, место, где можно укрыться от современности И погрузиться в прошлое, даже не строя какие-то сооружения Средневековья Следующий момент, большинство фестивалей, которые проводят, они военизированы То есть они обращены к какой-то военной тематике А мы ушли от этой темы Конечно, у нас есть и войны, и есть какие-то там поединки, и стрельба из лука и так далее Без этого никуда Но все-таки главное, это бытовая составляющая и опять город Укек Мы решили рассказать именно, как мог выглядеть один простой день в жизни непростого и интересного золотардынского города Укека Вот так это появилось, а в дальнейшем это стало развиваться Появились новые сюжеты, появились новые персонажи, появились новые идеи, в том числе и вот этот вот проект А сколько обычно людей собирает этот фестиваль? А вот слово обычно пока не подходит, потому что всего было проведено три фестиваля, сейчас планируется четвертый Могу сказать лишь о динамике, то есть вот те подсчеты, которые нам удается вести, они там плюс-минус тысячи Но тем не менее, вот на первом фестивале 2012 года было около трех тысяч человек А уже последний вот фестиваль, проведенный в 2014 году, собрал 10-12 тысяч человек То есть вот, ну будем надеяться, да, что она будет расти и дальше Мы к этому принадлежим все усилия Приезжают уже не только саратовцы из близлежащих городов, областей, может даже других Есть такие? Да, да, вот мы не можем отследить всю аудиторию, но мощный такой скачок интереса, на мой взгляд, был связан с нашей победой на ярмарке событийного туризма в Москве в прошлом году Когда он занял первое место в номинации исторической реконструкции Там были довольно мощные соперники, не один год проводящие фестивали И это привлекло внимание, скажем так, иногородних жителей Ну и кроме того, так называемые сарафанные радио Без этого никуда, потому что те, кто был, они рассказывают друзьям, есть средства массовой информации И мы видели очень много наших друзей, в том числе, которые приезжали своим ходом, чтобы только посетить этот фестиваль Это не считая тех, которых мы не знаем Анна, вот вы упомянули про вознаграждение и подарки для тех, кто помог финансовому проекту А что это за подарки, как их получить, и поподробнее расскажите, пожалуйста Да, хорошо, вообще проект находится на площадке, на онлайн-сайте BoomStarter Он называется, это сайт, где выкладывают люди свои проекты, собирают средства Там абсолютно разные проекты, и наш проект там в том числе Называется он «Город Укек», фильм, основанный на реальной истории И мы приготовили вознаграждение для любого кошелька То есть можно поддержать проект 50 рублями, по кошельку не ударит И дальше, постепенно повышая стоимость, соответственно, повышается и набор подарков, и их, скажем так, разнообразие Что у нас из подарков? Во-первых, это магниты с изображениями археологических находок сувекского городища Затем у нас есть интересный буклет, который рассказывает о самом городе Укеке, о его жителях Вот там очень красочный, там доступная информация, в том числе и про фестиваль Календарь – это наша фишечка, можно так сказать Мы его уже третий раз выпускаем, третий год Вот это как раз будет третий год Календарь, где на каждом месяце есть какие-то и археологические какие-то предметы, и фотографии реконструкторов Он очень красочный, яркий, я думаю, приятно такой иметь у себя дома Кроме того, футболки, которые вы на нас сейчас видите, с эмблемой фестиваля На нем написано Укек 2015 Что еще у нас есть? У нас там есть самый главный подарок, он очень ограниченный Это сабля, копия средневековой сабли, всего таких два То есть могут изготовить реконструкторы, два таких предмета Это самое высшее, что называется, может быть, не для всех, кто себе может это позволить Этот подарок подходит, но тем не менее мы решили поставить вот такую вещь Это планка, это верх И такую вещь иметь дома я бы тоже, честно скажу, хотел, но пока не могу себе этого позволить Да, кроме этого, обязательно, конечно, одним из главных таких вознаграждений является фильм То есть сам продукт, который мы изготовим Но фильм будет нашим спонсорам доставлен раньше, конечно, чем он выйдет на интернет-площадке Потому что мы его бесплатно собираемся распространять Хотим, чтобы все о нем узнали Конечно же, благодарности в группе ВКонтакте У нас много в различных социальных сетях различных групп На сайте, опять же, проекта То есть люди могут поддерживать нас Ну, если можно, я добавлю, по поводу фильма То есть он будет бесплатно После того, как он, я думаю, что все у нас получится После того, как проект закончится, мы начнем съемку Мы планируем ее закончить где-то к октябрю ориентировочно И после этого выложить бесплатно в общий доступ в интернет А для тех, кто поддержал наш проект, мы еще вышлем его Там есть определенные, можно зайти посмотреть с какой-то суммы Вышлем его по почте в оригинальной упаковке И в высокого разрешения, высокого качества Чтобы можно смотреть чуть ли не в кинотеатре его было И еще там, собственно, мы пускаем в титрах От определенной суммы уже тех, кто нас поддержал Как спонсоров фильма Дмитрий, Анна, наша редакция желает вам и вашему проекту удачи Надеюсь, у вас все получится Всего вам доброго Спасибо большое Спасибо и всего доброго А я напоминаю, у нас в гостях были саратовские археологи И авторы проекта документального фильма О Букеке Анна Кашникова и Дмитрий Кубанкин Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому